Попор? 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 А как и души? Какие пропорки? Нам надо не знать, что мы решили. Все-таки все враги не выучили. Только не выучил, а все не выучишь. А если вы хотите произвести в гурганскую салонию? Я справлюсь как-то. У меня научили. Стоит порт. Стоит порт. У вас мой пример? У вас мой пример? Можем продолжать. Можно дышать? Можно дышать? Продолжение следует... Ученица Владимира Карловича, его личной помощницей и по совместительству с заместителем заведующего лабораторией по организационным вопросам. Я отнесу вам, что я говорю. Заместитель хороший. Я не могу воспользоваться случаем, как человек, у меня еще некоторое отношение к организации, и я буду поблагодарить всех участников за то, что вы пришли, за то, что вы приехали, зашли время своего рабочего графика. В своем докладе я немного выйду за формат конференции. У нас название русское. Россия 100 лет после революции. Причины и последствия. Вот я буду говорить не о причинах и не о последствиях, и даже не о церкви русской революции, а об одном из главных условий, согласно которому эта революция могла и состояться. Это не только причина, на самом деле. Это одно из главных условий, мне кажется. Очень. Игорь говорит. А то еще. Не спорю. И речь пойдет о развале армии, и конкретно о кристаллической иллюстрации, о приказе Мазерадис. Армия до определенного момента была самым надежным, гибким орудием, который поддержали. Прообразом стабильности и порядка дисциплины. Представление об императоре, как об омазанном и гибким, было подкреплено в воинской присяге. Войска присягали на верность не просто отечеству, а именно императору. Для солдат, состоящих из молодых крестьян, наносливых и быстро обучаемых, и тем более для кадровых офицеров, это не было простой формальности. Если кодекс русского офицера начинался со слов дисциплина прежде всего, то первый пункт звучал следующим образом. Первая и главная обязанность солдата – это верность государю-императору и отечеству. Без этого качества он не годен для военной службы. Целостность империи и поддержание ее престижа основана на силе армии и флотности. Качества и недостатки отзываются на всей стране. Поэтому не твое дело впутываться в социальные вопросы и политические умства. Твое дело неуклонно исполнять свои обязанности. Армия, в сущности, была единственной длительной защитой морнахии против революционных сил. Победа правительства в 1905 году над поставщими массами стала возможной именно благодаря действиям войск. Социальная замкнутость армии способствовала наименьшему упротновению в нее вирусов политического воображения того времени. Генерал-майор, звук и оператора Николая II Губенский писал в своих воспоминаниях о предреволюционных месяцах. Столица поразила меня после деловой и серьезной жизни в Старте. Там и государь, и штат, и все учреждения с утра до вечера работали и были заняты серьезными неотложными делами, вызванными громадной войной. Почти все были чужды других интересов. Но в феврале 1917-го защитить морнахию ненародные армии не оказались подготовлены. Вопрос почему? Русская армия, которая внешне выглядела почти победителем в Великой войне, оказалась не просто проигравшей стороной, она в принципе была уничтожена анархическими элементами. После чего вся страна скатилась в бездну, потеряв свою основную опору. Шерчилль писал в своих мемуарах о Первой мировой войне и российском императоре. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда газа не была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Сюжеты были уже принесены, вся работа завершена, отчаяние и измена овладели властью. Когда задача была уже выполнена, долгие отступления окончились, нарядный голод побежден, вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт. Путыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией Холчак фронт. Кроме того, никаких трудных действий больше не требовалось. Оставаться на посту, тяжелым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии, удерживать и не проявляя особой активности слабеющей силы противники на своем фронте. Иными словами, держаться. Вот и все, что стояло между Россией и плодами общей победы. Безусловно, это взгляд человека, который смотрит на Россию со стороны и не принимает во внимание состояние дела внутри государства и армии. И уж точно не способного понять и оценить, каким может быть размах и мощь русской стихии. Единственное, в чем с ним можно согласиться, это утверждение, что Россия действительно должна была держаться. Как это возможно было сделать, когда главные опоры и в первую очередь армия оказались подрублены? Безусловно, война внесла свои коррективы относительно состояний армии. Огромные потери и массовая мобилизация привели к кардинальному изменению ее состава. Вместо молодых русских быстро обучаемых русских, которые были знакомыми солдатами, появилось огромное количество, как писал Картко, бородатых семейных людей, интересы которых глубоко коренили в жизни деревень и хозяйств. В свою очередь, офицерский состав попомнили люди, раньше никогда не думавшие о военной карьере. Из земских и городских управах, из русской и университетской молодежи, в том числе и радикальных. Картко подмечает, что большинство из них поступило на военную службу по патриотическим соображениям. Патриотизм, как они его понимали, назначал присягу родинью, а не государю. Даже и в тех случаях, когда два этих понятия сознательно не противопоставляли друг другу. Постепенное выражение армии было вызвано и тем, что сами генералы, вопреки пункту первого хода дексорусского офицера, отчасти вольно, отчасти невольно, были вовлечены в политические интриги, в котором стало их боя отступления от присяги. По сути, предательства императора в последние моменты перед отречением. Солженицын писал об этом. Мы видели, Калисеев через Радзянку тянулся в прямые переговоры с мятежной столицей, дал убедить себя и сделать себя орудием свержения стронной, вероятно, божной надежности, что так государственное предательство пройдет все быстрее и без болезней для действующей армии. Хотя для военного человека в главе семей миллионной перволинейной армии не мог быть закрыт друг друга. В момент главного командующего государеву отречения вызвать Радзянку в седе, а то и по телеграфу продиктовать Петроградную тематуру. По главным ударам массового поражения по русской армии стал знаменитый приказ номер один. Благодаря ему была выполнена задача нервного, разрушение дисциплины и, как следствие, разложение армии, а также программа максимума, отмена всякого государственного порядка. Иван Шмелев писал об этом. Далеко за фронтом все решили без них. Бунтованные толпы, слабость власти, рог. Награду дали приказ бесчестия. Подлостью, одних преступной слабостью других, приказ бесчестия. Сотни тысяч ответственных бойцов предали, бросили бесчестия, травлю, смуту, чутких чести молодых. Приказ номер один был бумажной бомбой. Формальным документ обращался к революционному Петроградскому гарнизону. Но при этом был напечатан в «Известия» в Тим Йоране Коаклину. Фактически, это был предательский удар с тыла по всей многомиллионной русской армии. Ручко в своих воспоминаниях отмечает. Приказы эти имеются в виду приказ номер один, выше в числе отзанима приказ номер два. Люди не сами по себе, а как септон, первые правовозвестники целой работы по разворению армии, которая пошла потом. Естественно, никакой юридической силы этот приказ обладать не мог. Достаточно посмотреть на его дату, 1 марта, то есть дании до отречения императорам. Издан он был Петроградским советом рабочих и солдат, органом, который, по сути, был самозванным. Опять же, сошлось на катхол. Петроградский совет и исполнительный комитет были учреждены на несколько часов до того, как премьерный комитет Думы решил взять в власть свои руки. Пока члены Думы гадали, существует ли еще царское правительство, и стали они в силу обстоятельств его предельниками, глупо самозванных революционеров, самовольно явившийся Думу объявила себя центром народного движения и создала комитет, смело названным ими штабом революции. В Думу они пойти не могли, потому что там их попросили бы соблюдать дисциплину, вернуться в казармы и комбиноваться офицером. Но явная негативность приказа не волновала его автора, особенно после осознания того, что он выполнил свою задачу в свою армию по линии фронта. Терем Сорокин в своей автобиографии «Дальняя дорога» писал «Я только что прочитал приказ номер один, суть которого сводится к благословению неподчинения солдат приказом своих командиров. Какой псих это сочинил и опубликовал это?» Позже большевики прямо называли приказ номер один необходимым надлежащим средством для спасения революции. А для этого необходимо было развалить старую армию. Так кто же все-таки автор приказа? Согласно легенде, озвученной Троцким в работе о февральской революции, приказ номер один – это честные ответственные хмаз на вопросы, поставленные революцией перед нами. Троцкий писал «Горячая атмосфера тех часов в хаосе заседания, похожего на миде, подниму и диктовку солдат, которым не успели помешать отсутствующие вожди, возник знаменитый приказ номер один. Единственный достойный документ февральской революции – хартия вольности революционной армии. Во многих воспоминаниях участников событий членов Петрогадского Совета, усердно воссоздается картина работы демократии в действии. Формальный акт приказа адвокат Соколов представлен на кревцо, лишь записывающее волью солдат. Но стоит сказать, что написанного Соколовым текста приказа не сохранилось. В итоге был напечатан вариант, изложенный на оточенном бюрократическом языке, которым едва ли могли владеть простые солдаты». На этой картинке не видно, поэтому... Поверьте нас туда. Нет, вот я выдержки сделала, если можно прочитать. «Оточено бюрократическим языком, которым солдаты просто не могли владеть. Если мы внимательно прочитаем пункты приказа и обратим внимание на их стилистику, постановку, фраз, то невозможно не заметить, говоря словами Гучкова, что он имеет кентальское происхождение. Как он же, в свою очередь, об этом пишет открыт. «Ни Соколов, ни солдаты не могли бы удержаться от неумеренности, типичной для революционного опьянения тех первых дней. Напечатанный документ сух и сдержан. Четкость усиленно напоминает Ленина». Самыми радикальными пунктами приказа были пункт первый. Пункт первый, в котором, по сути, говорится о создании комитетов, которые заменили собой квалифицированное руководство армии. Пункт четвертый, который фактически означает отмену присяги носителю власти, воинской герархии. И как следствие этого подразумевает, что правительство уже не распоряжается войсками. Оно теряет это орудие своей защиты. Пункт пятый, согласно которому не разрешается выдавать оружие офицерам. Представь себе, во время войны нельзя выдавать оружие офицерам. В целом, приказ номер один провозглашал права солдат. Но при этом все эти права были основаны на ущемлении прав офицеров. И речи о какой-либо солдатской обязанности в принципе не идет. Паким Кожану советский и российский критик справедливо отметил. Если вдуматься в категорические фразы приказа номер один, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданных в течение столетий армии. Санового хребка государства. Одно уже демократическое положение о том, что свобода солдаты не может быть ограничена ни в чем, означало ликвидацию самого института армии. Но если задуматься, то в сущности приказ номер один стал возможен, имел такой колоссальный разрушающий эффект, не только потому, что для него была подготовлена благоприятная почва. Это уже скорее было следствием того, что анархические идеи созревали в русском институтальном пространстве долгий год. Василий Рубсовна в апокалипсисе нашего времени писал приказ номер один, угротивший одиннадцатью строками одиннадцатимиллионную русскую армию в труху и сот, и подействовал бы на нее, и даже не был бы вовсе понят, если бы уже три четверти века к нему не подготавляла вся русская литература. Нужно было, чтобы гораздо ранее он начал ослагаться пренебрежение к офицеру, как к дураку, фанфарону, трусу, во всех отношениях, как к ничтожеству и отчасти к вору. Когда вся эта литература прошла, прошла гениально по искусству созданиях русского пирата, тогда присяженный и поверенный Соколов снял с нее сливки. Весь XIX век и начало XXI представляет собой идейную борьбу за спасение России. Те, кто выступал за постепенную модернизацию самодержавия, с ними были генерал-падеев Константин Леонтьев, Владимир Соловьев, Борис Четверин, который Аркадьевич Столыпин против роста анархических настроений, подкрепляемых к распространению идей Льва Толстого, Нигилистов, авторов прокламации «Молодая Россия». Как бы странно это ни казалось, но, наверное, одним из первых программных документов, которые наносил по войску и дисциплине, фактически подразумевал отмену регулярной армии, был манифест декабристов. Наибольший интерес представляет пункт 6, первостепенный задач временного управления, который так и звучит, уничтожение постоянной армии. Также в программных документах исполнительного комитета Народной области содержатся требования замены постоянной армии театериальной. Это параграф В, пункт 8. Но если говорить о русской литературе, то главный удар был нанесен Великим Вон Толстым через его отрицание истории и культурного наследия, науки, искусства, церкви, армии и государства. В своей небольшой статье проекта о реформировании армии Толстой пишет, что в России нет армии, а есть толпы угнетенных работ, повинующихся ворам, угнетающим наемникам и грабителям. И в этой толпе нет непреданности к целюни любви к отчетничеству. Нерыцовская честь и отваги есть, с одной стороны, дух терпения и подавленного роппода, с другой дух угнетения и лихаимства. Писатель фактически в своей работе призывает закридировать регулярную армию и содержать ее подрядно. Саму офицерскую службу Толстой называет делом бесчестным, и поэтому советует ее бросить, чтобы сохранить себе истинное нравственное начало. Он пишет, собрав часть, которой вы командуете, выйдите перед ней и попросите у солдат прощения за все то зло, которое вы им сделали, обманывая их, и перестаньте быть военным. Позже в своих брошюрах периода 1895-1895 годов, патриотизм, правительство, рабство нашего времени, единое на потребу, выступает целеская критика любой формы власти, говоря, что власть над другим человеком есть не что, но и как признанное право не только передавать других людей мучением и убийством, но и заставлять людей мучить самих себя. Всякое правительство поэтому, и тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение. Оно умственно и нравственно возвращает свои народы. Такого рода высказывания есть не что, но и как пропаганда, отказа подчиняться любой власти, даже из чувства необходимости сохранить порядок государства, что приводит к ситуации активизации анархических, разрушающих начал безвластных хаосов. А в конце Леонтия, Леонтия в рестрах, утекававший идеи Толстого и называвшими его розовым христианином, очень точно понимаешь, чем грозят России такого рода логи. Отсюда и вытекает главный призыв Леонтия – подморозить Россию. Он говорил о необходимости стеснения, ограничения спасительного насилия. Философ призвал к сохранению строгой иерархии во всех государственных институтах во избежание выражения в них и писал, что в России любые демократические преобразования вызывают только негативный эффект. Так как русский народ, цитата, воспитывать легальности невозможно. Это очень долгая история. Хороший генерал ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Великие события не ждут окончания этого векового курса. А пока наш народ понимает и любит власть больше, чем закон. Только одна могучая монархическая власть, ничем кроме собственной совести нестесняемо, освещенная с высшей религией, может найти практически выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи. Причувствую, возможно, когда строгу Леонтик добавлял. А пока вообще нужно поменьше движения в обществе. Теперь до разрешения восточного вопроса надо подмораживать все то, что осталось в 20-30-40-х годах. Генрию Леонтиева перенял и Соловьев, утверждающий необходимость права армии государства не для того, чтобы не превратился в царство Божие на земле, а для того, чтобы он до поры, до времени не превратился в ад. Кроме того, Константин Леонтьев был один из первых, кто заговорил о феномене среднего европейца. Обыватель, человек к безличности, который способен к развитию, но при этом не устремляет свою волю на то, чтобы сохранить самобытность и прожить жизнь посвоим. Вместо этого легко поддается логике толпы, становясь частью бездикой массы. Именно зараженными анархическими элементами толпа масса вышла в 17-м году на первый план во время русской революции, победа которой была обеспечена разглавом охранительных институтов и прежде всего армии. Это был триумф русского анархизма, о котором Евгений Трубецко писал следующим образом. Теперь в России мы наблюдаем дальнейшее развитие той же логики всемирной войны. У нас она стала всеобщей, в ином смысле, ибо она перешла в войну всех против всех. Минуту, когда я решу эти строки, всеобщество наживет в состоянии войны. Классы, партии, даже отдельные лица. Распались все общественные связи, врухнул весь государственный порядок и внутренний мир. Словно самой Родины нет больше, есть только враждущие между собой классы. А временами кажется, что нет больших классов. Есть только хищные волки, которые лгут друг друга на части. Они собираются вставить, чтобы вместе нападать на одиночку. Спасибо. 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 Я предоставляю слово молодым исследователям, следователям-стажерам нашей лаборатории Александру Андреевичу Килинскому и Юрию Ивановне Щербиной. Пожалуйста, Александр, ваше выступление. Это он справа, а оно или слева. Оно соответствует заявлению тема большевизма, который он в соответствии с самым доктором, с теми перешковского зоуслужения. Дорогие коллеги, я, сегодня... Саша, извините, я почему-то говорю. От меня у нас регламент. Возвольте? Возвольте. Возвольте, вовсе принято. Да, я обложусь. Я сегодня представляю доклад, который назван «Большевизм как продукт соответственности западной перед Россией». Я попробовал вначале сказать несколько слов, почему он так странно назван, и какие темы и сюжеты пытаюсь застрить. Мне кажется, что дата в 100 веке революции – это хороший повод поговорить не только о исторических событиях, связанных с ней, но и о тех идейных и концептуальных вещах, которые начались и имели старт, несомненно, что с 17-го года мы можем отчитывать старт советского проекта в нескольких его аспектах, в нескольких его жанрах. И здесь существует некоторая путаница понятий и словоопределимых, потому что она существует и в русской философской традиции, она существует и в социологической традиции и так далее, и так далее. Мы часто называем этот период, и тот строй, который вознависся в 18-м году коммунизм, мы называем его социализмом, мы называем ту идею, которая руководила Россию после нашего года большевистской и так далее, и так далее. И, собственно, если посмотреть внимательно на те работы русских философов, которые писали об этом, то большевизм там самое часто употребляемое слово. Моя диссертация, которую я сейчас пишу, посвящена шестого. Одна из его работ это называется «Что такое русский большевизм?» и еще огромное количество работов и философов, и Шковского, посвященную большевизму. Франк употребляет это слово, инин, 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 и так далее. И хотелось бы разобраться в словоопределении, в том, что обычно понимается под этим словом. Как русской философской традиции, так и у тех специалистов, которые об этом учатся. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что, как мне кажется, осевая линия понимания того, что произошло в России в идейном плане, и в чем корни того явления, которое называется всеми этими понятиями, задано всем известной и культовой вопросовой вроде работы Бердяева «Высокий смысл русского кулица», которая была бесконечно популярна уже в позднее советское время в кругах либеральной интеллигенции. И, мне кажется, основные паттерны восприятия публицистикой, либеральной и общественностью этого явления, они заданы именно этой работой. Вот, наверное, краткая цитата оттуда. Я попробую с ней немножко в полемическом ключе с этой работой пообщаться. Я напомню первую фразу собственно этой работы Бердяева, она, в общем, достаточно известная и часто цитирована. «Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной стороны, он есть явление мировое, интернациональное, с другой стороны, явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма и его детерминированность в русской истории. Знание марксизма этому не поможет». Очевидно, несомненно, что Бердяев пишет эту работу для западных читателей в первую очередь, как мне кажется, тот момент подразделил. И, наверное, свою задачу верна в том смысле, что, наверное, для западных людей важно понять национальные корни русского коммунизма. Но мне кажется, что сегодня та задача, которая стоит перед нами, она ровнообратная. И, кстати, наиболее четко и полемически она была сформулирована, наверное, служебницами о том, что нам важно понять не национальные корни русского коммунизма, а западные корни русского коммунизма. То есть то, что есть в русском коммунизме и в большевистском правительстве как каковом, не от России, если угодно, не от детерминированности русской истории, а то, что в нем есть от тех западных идей, которые Россия усвоила до этого времени и в том, как она это усвоила. Я здесь хочу напомнить того же самого Бердяева и его статью в «Уборнике вехи», где он пишет о том, что в русской истории отсутствует и в русской ментальной традиции, если угодно, противоядие от радикализма. Мысль не новая, она не только Бердяеву, естественно, принадлежит, а и о том, что Российство на крайности и полярности, и что если представить себе и визуализировать этот процесс в виде дерева, он там пытается нарисовать такое дерево западной культуры, он говорит, вот в основании этого дерева лежит христианская традиция, которая обеззараживает, если угодно, наиболее радикальные, растущие на верху этого дерева ветви с радикальными идей, ну, например, с марксизмом. Она говорит, поскольку русская культурная и философская традиция не имеет этого механизма обеззараживания, то она очень быстро впадает в эти кранцы. Это первый момент. Но, несомненно, важно понимать, что то, что представляет из себя коммунизм, и то, как он описан Бердяеву, он описан, как мне кажется, частично. Потому что Бердяев очень много пишет про те вещи, которые, опять-таки, сегодня стали уже абсолютно азбучными, и про стихийное начало русской культуры, и про Нечаевщину, и про русскую революционную критику, и про многие-многие вещи, которые мы знаем. Но мне бы хотелось сегодня развернуть понимание этого проекта, этого явления в другую сторону, и сегодня в культурологическую. Даже не философско-историческую, а архитологическую. Для меня здесь послужила основой для этих размышлений только работа Солженицына, которые просто чисто художественно повлияли на меня и на эту мысль натолкнули, в том числе прочтение «Архипеллар Буат», где эта мысль просто проскакивает постоянно в качестве упреков и в качестве назидательных некоторых метафор. Например, если не ошибаюсь, в первом томе «Архипеллар Буат» есть рассуждение Солженицына о том, что пока западная культура изучала Хайблера, мы познавали открытие западной философии XIX века непосредственно в нашу историю. И вот подобных, несомненно, популистских, публицистических, Солженицын-Цитат в этом тексте очень много. Мне кажется, что наиболее адекватный, наиболее интересный, кстати, первым об этом написал Патерин Сорокин, как мне кажется, когда писал свою работу еще русского периода, где он написал, что, ну, как мы знаем, Патерин Сорокин не очень лояльно и не очень уважительно относился вообще к русской сводской традиции, это вообще предмет отдельного разговора, несомненно, но он написал, что русские философы, в общем, мало что дали концептуального для того, чтобы исследовать большевизм. Я нисколько не централизирую свою позицию, я думаю, что здесь он агажировал, но он прав в одном, что, как мне кажется, для анализа этого времени необходимо делать более строгие социологические и культурологические категории. И вот какая из них, мне кажется, наиболее верна? Мне кажется, что большевизм, несомненно, следует рассматривать как одну из наиболее очевидных и одну из наиболее мейнстримных линий западного модерна. И для понимания этого феномена нам необходимо не сколько понимание стихийности русской истории, а очень четкое и очень независимое социологическое понимание того, через какие структуры этот модерн создавался, почему он вырос именно в такой форме именно в России в XX веке. И здесь я хочу сказать следующее, что мне кажется, наиболее ярким симптомом этого явления можно спектировать следующее, что русский большевизм является в первую очередь проектом просвещения. И в том смысле, в котором он является проектом просвещения, он наследует от него все положительные и отрицательные стороны. Здесь я могу сослаться на работу с динаментальной точкой Олинова, которой об этом писалось достаточно много, где, как одну из главных черт бюджелизма, он включает его конструктивистский характер. И я хочу еще раз застыщить, что конструктивистский характер впервые дан нам не в русской истории, и не в русской литературе, и не в каких-то началах русской истории, а он дан нам в первую очередь в западном модернических проектах, в первую очередь в сверхравнивационной токе Сан-Симона и в прочих проектах, которые на тот момент на Западе создавались, левую мысль, которая на тот момент начинала самоконцентрироваться как такова. А конструктивная часть большевизма является следствием определенной логики, упременной в комплексе депресвещений, имеющей несколько аспектов. Под этих аспектов хочу сказать подробно. Во-первых, она заключается в предполагаемом по умолчанию нормативным цивилизующим значением образования. И отсюда все проекты большевиков в этой сфере. Несомненное внимание к всеобщему образованию, к институтам образования и тем формам постройки этих институтов, которые мы знаем. И рационального образа жизни. То есть два компонента. Нормативное цивилизующее образование и значение рационального образа жизни, под которым понимается, что человеческий разум, просвещенческий разум, тот самый, который вышел из состояния совершеннолетия, способный освободиться от всего того, что является темным и неразумным, освещает неразумный разум, покрывая в собой всю реальность, становится властелином, но это реальность. Идея-то западная, несомненная, вышедшая еще из нового времени, пришедшая в эпоху просвещения и потерявшая контрпросвещенческий, если угодно, сдерживающий фактор, живившийся русский большевик. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, как мне кажется, и это отмечает статья Служеницын, и Ильин, и вышеславцев, они пишут о том, что почему проект большевизма не реализовался на Западе, будучи там рожденным, и будучи там сумирована предшествующая философская традиция, он не сумировался там, потому что на Западе всегда существовала контртрадиция, параллельно с просвещением всегда существовала контрпросвещение, которое настаивало на непостижимости и неразумности реальности, если попытаться и каким-то образом обобщить эти теории. Или, по крайней мере, предупреждала просвещенческую основную линию о том, что разум не все способен самым покрыть, и реально всегда сложнее, чем те схемы, категоризующие, через которые разум пытается их узнавать. Ну, в русской традиции, несомненно, вот Шестов, наверное, наиболее ярко представляет эту кондопросвещенческую линию философствования, хотя до Шестова, несомненно, главным является антропологический аспект, в первую очередь пытается вывести человека за пределы эти категоризирующие схемы. Но большевистский проект предполагает, что вся реальность покрывается категоризирующей силой разума, и не остается ничего ни природы в материальном смысле, ни природы в человеческом смысле, которая не подлежала бы вот этой конструктивной способности равна. И через этот механизм можно объяснить очень многие поступки и формы, если угодно, советской власти, и очень многие феномены, которые мы с ней связаны, и в осенковщин, и многие процессы, которые происходили в науке. И я хочу сказать, что в конечном счете ядро большевистского проекта остается неизменным в предыдущем всего советского проекта, несмотря на то, что мы знаем более агрессивные, более кровожадные этапы советской истории, условно говоря, сталинские и менее кровожадные, когда она исходит из Советского Союза после Кручевского противника. Но идеологическое ядро, которое заключается именно в этой ключевой просвещенческой идее, избавленной от своих барьеров, она остается в конечном счете единой и в первую очередь реализуется в огромной сети культурных институтов, в огромной сети систем планирования, которые охватывают собой не только сферу экономики, но и сферу культуры в первую очередь, как той сферы, где возможна возделка человека. И таким образом нарастала огромная энтропия. И вы знаете, что Андропов, когда сказал очень хороший праздник, он сказал, что мы не знаем страны, в которой живем. Оказалось, конечно, в счете, что вся система, которая выстраивалась на идее абсолютного планирования, оказалась беспомощна перед элементарными вызовами. И нежизнеспособность этой основной просвещенческой идеи, очищенной от всего остального, стала понятна только в совершении Советского проекта. Я буду заканчивать, я попробую сделать некоторые... Я здесь сейчас не предлагаю никакого, может быть, цельного рассуждения, но я предлагаю некоторую смену аспекта. Мне кажется, что нам необходимо смотреть на советский проект, в первую очередь, как на проект строительского института и как очевидную часть западной культуры, а не углубляться в поиске истоков этого проекта в русской истории. То, что сказано русскими способами, несомненно, верно. Это не подлежит сомнению. Но, несомненно, верно и то, что не Россия изобрела все те способы, институты, которыми руководствуются большевики. И мне кажется, что сегодня важно и для Запада, и для России понимать, что на самом деле вот эта идея большевистская, она нисколько не умерла, она не умерла ни с советским проектом, ни с какой-то трансформацией русской истории, потому что пока есть западная культура, в которой эта идея так и иначе принципно содержится, она теоретически возникает, там, где угодно, постмодерны даже, теоретически, хотя казалось бы, постмодерны, теоретические и премии всякие цели нарративно, она и там всячески содержится. Мне кажется, эта идея актуальна, опасна, и в этом смысле 2017 год может повториться не только в России, но и 10 дней назад. Вот. И мне кажется, что на это мне надо внимания за это. Спасибо. Да, спасибо Александру. И у нас остался еще доклад для стажера-исследователя и том же аспиранки Владимира Фавловича Юлии Юрьевича Любиной. Пожалуйста, «Значение революции в душе Достоевского». Роман Веса и его «Звасовские основания». Тем самым же мы возвращаемся к пророческим истокам русской революции. Заряжаем символический круг. В процессе подготовки немного изменилось. Удачи вам. Теперь она звучит про «Значение революции в творчестве Достоевского». Но я буду обращаться не только к Бесам, но и к братьям Кровазовым. Вот такое мое прорисование будет разбито на тесном две части. Мое название первой части – это цитата Достоевского. «Революция кроме конца любви и к чему не приводит». В общем-то вопрос о том, как Достоевский относился к революции, как он понимал и мало ли – это те вопросы, которые я задаю себе и в данном докладе, и в исследовании произведения Достоевского. Я не буду здесь останавливаться на том, что Достоевский сам определенным образом был причастен к некоторой революционной деятельности, что привело к его достаточно крагическим последствиям. Но, тем не менее, как мне кажется, Достоевский в своем творчестве обращается к проблеме революции снова и снова, каждый раз рисует его в новой форме. Она может представить как некое духовное, личностное событие, бунт против Бога Ивана Карамазова, бунт против отца Дмитрия Карамазова, бунт против навязанных социальных ролей Раскольникова. И это такая предельно широкая интерпретация революции, которая может понимать, как в два раза глубокое качественное изменение в развитии. Но изменение оказывается не только глубинным, но порой даже фатальным. Иван в своем отрицании Бога лишается рассудка, Дмитрий в серепом отчаянном желании справедливости свободы, Раскольников переживает же совершенную метаморфозу прежних глядов, отправляясь на каторгу. В то же время Достоевский обращается к революции как к социальному явлению, которое влияет на многих и многих людей, потому что революция прежде всего затрагивает людей, каждого в отдельности и в совокупности. И мы видим, как разворачиваются трагические события романа «Бесы». К сожалению, качественные изменения, эта фраза не всегда подразумевает какое-нибудь достижение влага. И у Достоевского, как мы все знаем, это скорее происходит наоборот. Он проводит своих героев через ад, через страдания, через препятствия, через муки выбора, тяжелого размышления. И для него это самые верные признаки революции. Реальность сурова. Достоевский, будучи реалистом в высшем смысле, не может описывать революцию как-то иначе. Революция приводит к кровопролитию и загубленным жизням. Революция приводит к страданию и болезненным идеям. Так, относительно революционной группы Нечаева, Достоевский был уверен, что это именно был случай заблудшей совести, дошедшей до такого ужаса, как только человек вместо Бога и идеала насоздаст тебе идолов, идеями или практическими действиями и поступками. Для Достоевского революция стала выразителем того события, когда идея оказывается способна настолько поглотить человека, что у того сбиваются все грязные агитеры. И ради цели оказываются все средства хороши, убийство оказывается лишь почти магическим связыванием друг друга крови. Так, например, один из подельников Нечаева после убийства студента Иванова признается, что в этом убийстве не было никакого рационального или здравого смысла, а Нечаев просто хотел, цитата, спаять у нас кровью. Все, оказывается, позволено, но далеко не всегда человек охваченный столь мощной идеей в состоянии до конца пронести ее тяжесть. Происходит слом тотальный, грубый. И этот слом Достоевского происходит как во время духовной, так и во время социальной революции, которые, по сути, оказываются тесно переплетены друг другу. Конечно, Достоевский не был свидетелем революции 1917 года, но тот, отключает многие мыслители, и, как мы сегодня слышали уже не один раз, он смог предвидеть революционные события и то, что в них испытает русский человек. Главное сочинение Федора Михайловича Достоевского не просто великая литература и яркая публицистика, они — наше национальное священное писание, а их автор — наш национальный пророк. Не в том смысле, что он создатель такой новой религии, хотя так и великий шпендер, и не в том, что все предсказания сбылись, и было столько то, чего он больше всего боялся, а надежды и упования пошли прахом, а в том, что он с наибольшей полнотой и ясностью выразил в своих творениях источник русского самосознания. Однако, как я здесь ссылаюсь к своему научному руководителю, как замечательно, как замечает Владимир Тарлович в своей статье «Достоевский, как его заветный пророк», пророк — это не предсказатель будущего, как полагает обыденное сознание, а посланник Бога, обличающий свой народ за неправильную жизнь. И в своих произведениях «Достоевский» не столько предсказатель, сколько тот, кто обличает народ, раскрывает его негативные стороны. В конце концов, «Достоевский» не показывает нам героев. Все его персонажи метафизически искалечены. Как пишет Степун, «У Достоевского во всех романах приливы жалости и муки страсти, но нет ни одного образа целостной благодатной любви». То же самое, правда, в других фразах высказывает чешский пилософ Томаш Масарик. Он говорит о том, что Достоевский, несмотря на свое стремление показать значимость веры и лигии в судьбе человека, не показывает нам ни одного по-настоящему действительно верующего персонажа. На мой взгляд, к изображению революции Достоевским наиболее подходит его собственное определение, которое он высказал в письме Коркову. «Мой Петр Верховенский может нисколько не походить на нечаянно, но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображение в то лицо, в тот тип, который соответствует этому злодейству». То есть Достоевский не столько предвещает драматические события, сколько предлагает читателю разные типы людей, поведения, события. И в итоге выводит некоторую общую линию того, как революция осуществляется в жизни одного человека и как она осуществляется в жизни общества. Собственно говоря, именно это позволяет мне говорить о нескольких двух разновидностях революции Достоевского. Вот, собственно, здесь начинается вторая часть, заглавием для которой служат цитаты из братьев Карамазовых. «Это бунт, тихо и потуплившись проговорил Алёша. Бунт. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить». Духовная митиморфоза и её последствия — это красная нить повествования Достоевского. Вообще, и в обывании Карамазовых частностях, Иван предстаёт предчитателем как персонаж, охваченный вопросами. Вопросы, которые способны перевернуть все его существо. С ответами же на эти вопросы Иван не способен смириться в полной мере. И в этом состоит его трагедия. Как пишет Иваков, «Трагедия Ивана состоит не в том, что он приходит к выводам, отрицающим нравственность. Мало ли людей, для которых теоретическое всё позволено, является той же удобной вывеской для практической безнравственности. Она состоит в том, что с таким выводом не может помириться его сердце. Высшее, способное такой муты мучиться. Как терзовал бы уставить. Бунт Ивана — это бунт против Бога, против неспорудливости, наказания и страдания. Иван не понимает, как Бога можно оправдать, если страдают и в чём не поведены дети, и мир оражается без слезами. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка и Божьих. Я не говорю про страдания больших. Те яблоко съели, чёрт, пусть бы их всех чёрт взял, но эти, эти. Иван мучится непониманием, как возможно, что мир устроен именно так и не иначе. Как возможно жить по такому устройству, как возможно согласиться с тем, что страдания есть, а виновных нет. Да и предлагаю систему возмездия, наличие ада и того, что виновные будут мучиться после смерти, тоже не устраивает его. Зачем мне их опущение? Зачем мне ад-гармучитель? Что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше. Эта фраза Ивана ещё раз подчёркивает острое противоречие в его душе. В своей повести о великом инквизиторе Ивана заключает, что всё позволено, что ложь, а не истинно необходимая часть религии, и в то же время он словно по-прежнему не может смеяться собственными заключениями, потому что они против него души. Алёша называет бунтом то, что Иван узнаёт Бога, но только лет ему почтительнейшего возвращает. Мне же кажется, что это в некотором смысле духовная революция. Именно в этот момент ярко выражается метаморфоза размышлений и личность Ивана, которая впоследствии и под влиянием дальнейших событий ожесточает его болезнь. Размышление о мироустройстве, Боге, несправедливости его, в то время как он благости и милости, полон любви к нему и своим созданиям, что ярко демонстрирует всем своим характером и мировозжением Алёша. В детских слезах и страданиях всё это приводит Ивана к своё право духовной революции, которая словно снежный ком затрагивает его самого и Тихо Молдора. Хотя очень интересно, что Иван Карамазов как будто бы и отсутствует в самом романе. Даже ключевое событие братьев Карамазов, учитывающего старшего Карамазова происходит в отсутствии Ивана, а не когда он присутствует в событиях. Совсем другой тип революции, разновидность революции, изображённая Достоевским, предстаёт ворог Бесов. Это тоже своего рода бунт, но он вынужден не только личностью, но и в социальном плане. Вот эта главка называется «Убьём загорелась мечта, примкнутое движение и показательное слое». Бесов, Достоевский предсказал большевизм, как пишут некоторые исследователи. Этот роман писался задолго до революции 1917 года, но Достоевский стремился изобразить не столько конкретные происшествия, сколько некоторый тип человека и событий. И, пожалуй, именно это изображение типа, то есть общей формы, некоторого отпечатка и слепка позволило писателю прозветь трагические события 1917 года. Да, прямо заканчиваю. Достоевский задумывал роман как памплет, отражавший социально-общественные события, которые происходили в России. Он был взволнован, он разворачивающийся для Умечаева, он был беспокоен тем, что Россию охватит атеизм и социализм. И, как пишет Степун, из всех современников только он один, Достоевский, в литарских идеях Скачева-Качаева уловил сущность коммунистического рационализма и большевистского организумия, о котором как раз мы сегодня тоже говорили. Достоевский вводит несколько видов бесов, рангом повыше и поныше, и он показывает не только некоторую борьбу разноранговых бесов, но и их деятельность по отношению ко всему обществу. Здесь отдельно стоит выделить Петра Верховенского, который отлицетворяет собой некоторые противоречия. Он, с одной стороны, похож во все дома, он как будто всем нравится, все прислушиваются к его мнению, и он ведет себя плутовски, шутливо, он тараторит, говорит очень быстро, в то же время он может проявить непоколебимую волю, подчинить другого человека, как это происходит в эпизоде с Лебяткиным, и он показывает совершенно другую личину. Никто не скажет, что он берет собой, но лицо его никому не нравится. Но центральным моментом для бесов и то, в чем заключается главный пророческий пакет Достоевского, это не схожести, которые могут быть опровергнуты, схожести персонажей и реальных личностей, которые действовали в то время, а в том, что писатель четко демонстрирует самый главный момент большевизма, который может быть губителем для русской культуры, это богоборческая природа зарождающейся большевистской революции. И именно богоборчество становится центральным моментом, и оно выражается не только в отрицании бога или в попытках найти его присутствие при отсутствии самой веры, как Шатов говорит, я буду верить в бога, а не я беру его. Достоевский изображает весь ужас возможного существования русского человека без бога. Легкими шпихами, порой едва заметными в тексте фразами, как, например, слова Ставрогина, когда он рассказывает о своей былой славе и деятельности в обществе, я детей не трогал, но при этом не говоришь, что другие не трогали детей. И здесь, пожалуй, самое главное, что именно Ставрогин является вот этим крайним выражением богоборчества в каждом, пожалуй, своем жесте, в каждом событии, которое происходит вокруг него. Он не просто признает, что он не верит в бога, не просто играет роль, например, когда приходит к Тихому со своей исповедью. Именно из уст Ставрогина мы слышим те самые незаметные фразы, которые поражают свои чудовища. И, как пишет сам Достоевский, я хотел поставить вопрос и сколько возможно яснее в форме романа дать на него ответ, каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны не нечаевы, а нечаевы, и каким образом может случиться, что эти нечаевы набирают себе под конец нечаевцев. В моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и дерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. Собственно говоря, на мой взгляд, это является наиболее значимым для демонстрации революции Достоевского. Пророчество заключается не в том, чтобы предсказать конкретные события и описать конкретные исторические личности, но в том, чтобы показать, когда вершится революция, люди открывают в себе способность к таким поступкам, которые в любое другое время осудили. Весы в таком случае не только демонстрируют социальные явления, но соединяют в себе также и тему личностной революции и личностного бунта. В конце концов, революция сперва совершается в головах и сердцах людей и лишь затем выплескиваете в мир поскольку. Вот на таком немножко пакостном побить. Спасибо. Это ваш приличный провал от крови о себе человеке. Это был замечательный важный тех, которые вы прославливали. Даже те, которые не хотят владеть, что так крови сейчас посудят владеть. Это и есть самый главный вопрос, о чем можно говорить, о чем что вы нам в лес покажите. Спасибо. Спасибо. В революцию ад оказался пустым, поскольку все бесы вышли наружу и разнестили в бурюцию. Все бесы сбежали уже. Да, дорогие коллеги, мы заслушали очень содержательные и разнообразные по жанру доклады, были затронуты достаточно много тем и сюжетов и, самое главное, методологических подходов, когда революция оказывается предметом исследования и философии, и истории историков, и правоведения, и даже истории музыки, истории искусства. У нас остается совсем немного времени, чтобы в качестве обмена свободными мнениями и репликами, и, возможно, дополнительными вопросами завершить сегодняшнюю весьма успешную сессию, вторую. и завершить ее едой. То есть, Владимир, поступило первое предложение, первое предложение, перенести дискуссию в абсолютно неформальную обстановку. Или все-таки у нас есть один, два, три вопросы или какие-то возражения высказывали. Я привык к формальному обмену. Я тоже хотел бы занять пословку. Да, пожалуйста, Владимир Владимирович. Мне вот два хасида хотят обменяться. Нет, меня два предложить. У меня два замечания. Одно касается доклада Елены Валерьевны, другое касается доклада молодого человека Александра Александра Андреевича. Что касается приказа номер один. Я думаю, что верность христианки и вообще народных масс царю была главной опорой свободы держави. И эта главная опора она уже в начале 20 века в сущности исчезла. Видно это по результатам выборов в Первую государственную дуну. Консервативные защитники монархии считали еще после революции 5-го года крестьян все еще преданными царю и поэтому избирательный закон в Первую Государственную Думу передавал крестьянам невероятные преимущества. 41% мандатов депутатов Думы выбирали крестьяне. Крестьяне выбрали революционную Думу, не монархическую. Последствием этого был переборот 3-го июня 1907-го года Сталупина и количество вот этих депутатов, которые избирали крестьяне, уменьшивали вдвое. То есть эрозия веры в царя она уже была видна в начале 20-го века и Георгий Педоков недавно говорил, что сразаясь армии они воевали по-бозуным и веру за веру царя и отечества и отечество находилось на последнем месте. Это не случайно, потому что государство олицетворялось для христиан православным царем. И когда эта вера в православного царя в значительной мере исчезла, то по-настоящему спасти монархию в таком скажем самодержавном смысле почти невозможно было. И к этому еще добавляется отношение верхов. Сергей Бугаков говорит, что уже во время войны в сущности вся государственная дума от социал-демократа до Крышкевича была революционная настроение. То есть монархия потеряла или скажем семья романов потеряла какие-либо корни уже в общественном мнении или в общественном. Поэтому я думаю, что то, что армия начала разлагаться, это действительно связано с тем, что это главная опора самодержавие, она в сущности стала для самодержавия главной угрозой. Угроза исходила теперь для самодержавия от крестьян, которые верили, что черный передел сможет осуществить не царь, а революцию. Уже это во время юрицы 1905 года может быть. Теперь второе замечание касается доклада мне немножко не хватало в этом докладе одного понятия тоталитаризма. Потому что вы правильно сказали, что в течение многих веков в западном обществе, в западном государстве существовали противовесы, которые сдерживали радикализм. Но эти противовесы исчезли после Первой мировой войны. И видно то нацистская Германия, что нацистам Гитлеру удалось в течение нескольких месяцев полностью дисциплинировать немецкое общество, разрушить федеральные структуры, разрушить независимые судьи, разрушить уничтожить все партии. То есть то, к чему большевики пришли после гражданской войны, в течение трех лет, которая принесла миллионы жертв, Германия могла достичь в течение нескольких месяцев. Уже в июне 1933 года Германия была полной тоталитарной страной. И Германия и Россия были странами, которые осуществили утопию, которые были в XIX веке еще задуманы, но это все можно, существовали какие-то возможности, полное осуществление утопии как-то сдерживать, благодаря существованию плюралистических элементов, они исчезли. Германия полностью исчезла, и поэтому мы видим, осветим, это и есть олицетворение расовой утопии. Архибалла была олицетворением утопии, скажем, бесклассовой общества. Я думаю, что здесь надо думать о том, что это была эпоха, которая не только касалась России, но и тоже Европы как и таковой, когда эти какие-то сдерживающие элементы эрадировали, исчезали и клюли к тому, что утопили прижму классик и в Россию и в Германии. А можно еще тебя попредитовать? Конечно. Чтобы повесить ответ. Значит, Александр. Первая я была. А, да. Да, ответ да, Лена, а потом присоединение. А может быть, мы не будем делать полемику ответа, дискуссия ответа? Мы эти все обменяемся мнениями, потому что иначе иначе мы будем за ответы, что мы не прижимаем. Пожалуйста, тогда высказывайте реплики, а потом ответ. Александр, мне кажется, что вот с этим вопросом, что марксизм пришел в Россию, это ни черта не пришел. Аутентичным марксом в России не пахло. Марксизм ленинизм, я только уберу. Все знают. в манифест компартии, мотов. Свободное развитие каждого есть условия свободного развития всех. Тогда это свободное развитие каждого интересовало наш Советский Союз. Отсчастливить всех сразу одним марком. Маркс это человек западной культуры, личностной культуры. Понимаете? И в этом смысле то, что мы думаем, что в Азии, в Кампуче, в Китае, в Корее, в том числе в России, вот мы всюду видим портреты Маркса Энгельса. А на самом деле кому Маркс помог? Помог западным социал-демократам, социалистам. И они, ты видишь, на самом деле делали много для того, чтобы капитализм 19 века стал капитализмом человеческим лицом уже в 20 веке. Так что Маркс свое дело сделает неожиданно совсем в другом месте. Я дополню, что подхвачу реплики и потом забуду коллеги поводу Маркса. У Степана есть прекрасная формула. Если страна заболевшая в бреду повторяла имя Маркса, то глупо врачу принимать бред больного за последний понятный впечатление мы разбирались с конкурами. Я прошу высказываться Владимира Натановича. Много из того, что я хотел сказать, уже сказал. Поэтому я только попытаюсь добавить. И опять-таки это все касается двух докладов Владимира и Саша. Самое интересное. Да. Спасибо. Должен выразить благодарность. Неожиданно интересно. Я слушал первое слово до последнего. Но все время у меня вертелся где-то внутри протест против некоторых основных положений. Сначала о приказе номер 1 и развале армии. может быть здесь дело в расстановке армии. Но создается впечатление, что здоровая, сильная, необходимая государству и обществу армия внезапно была развалена несколькими мерзавцами, затеявшими заговор против народа, против общества, против государства. и почему-то вдруг этим мерзавцам достаточно небольшому количеству удалось разрушить, развалить в течение очень короткого срока армию с тем, чтобы она потом перестала быть оружием государства и стала оружием развала. Я в это не верю. Здесь, конечно, гораздо глубже много уже было сказано об этом, я не буду повторяться. есть одна аналогия для Я сейчас слышу постоянно о том, что как называемая несистемная оппозиция в России она разваливает государство. Она разваливает государство тем, что уничтожает веру народа в свое правительство, верность избранного курса, уничтожает веру в государственные институты, позорит их, ну, понятно, госдура и так далее и так далее не системная оппозиция а системная говорить не буду о ней ничего сказать вот она разваливает поэтому это пятая колонна это враги вот если они перестанут разваливать или их изолируют или каким-то образом как-то безвредят еще то народ будет по-прежнему верен и государству и правительству и формам в которых он живет и революция цветная там какая-нибудь оранжевая или красная никогда не состоится и мы пойдем прямой дорогой и светлой будущей что-то похожее есть какая-то есть аналогия вот всякое ли разоблачение мерзавства воровства подлости насилия и так далее является разрушительным элементом который может взорвать государственные ценности Куприн это в своем поединке в своих описаниях он тоже подорвал армию толстой офицер служивший в армии во время севастопольской кампании и видевший войну своими глазами и руками он развалил армию тем что сказав что это орудие насилия и издевательства от них и так далее и так далее ну разом так и считалось что многие так считают но это не обязательно я не оспариваю то что так говорят и думают это верно но я призываю задумываться впоследствии что хотел бы сказать по поводу Саши Дакларов тоже аналогия Хорхаймера Дорн Диалектика Просвещения проект Просвещения вылился в нацизм вылился в Освенцам в ГУЛАГ они не говорили о ГУЛАГе но можно прочитать ну и так далее и так далее во все виноваты Просвещения во все виноваты Разум который якобы взял на себя функцию рационализации и упорядочивания всех сфер общественной и личной жизни господи боже мой большевики большевики стояли за всеобщее образование и за создание институтов культуры просвещения псевдообразования и псевдо культуры потому что это фактически было не образование об вовлечении огромных масс населения в ту политическую мясорубку в которой существовала большевистская власть это означало неграмотный человек который явлением стоит вне политики следовательно его надо сделать грамотным чтобы архе все нижние они образования не для эксплуатации плана а стояли политические. Политический аспект был возведен в самую крайнюю степень и был последней основной причиной той культурной и образовательной политики, которую ввело большевистское правительство и большевистская власть. Будем называть ее так, год всего 91-го года. Извините, а куда вы такой умный, если вы в советское время не получали образование? Я все время в Европе и вы же побываете с трудами, понимаете? Я совершенно точно отрезаю, потому что я родился в 1943 году. Вот мы с вами родились, и мы с вами оба умные. Так я объясню, откуда взялся Мою. Мою он взялся из книг, прочитанных мною вопреки той системе, которая существовала, когда я получал образование. У меня Олег Копелев был этим самым руководителем. Не знаю, Копелева я прочитал достаточно поздно, но очень многие книги я прочитал раньше. Я прочитал, кстати, классическую литературу, которая в системе образования подавалась весьма препарированным видом. А Дмитрий, может, чуть-чуть чувствует, кто читает? Что касается моего математического, химического и физического образования, я ведь учился сначала в политехническом институте, то оно было совершенно справедливо до тех пор, как я учился, для той поры она была хорошим, да. Но здесь нет никакого рационалистического проекта, никакого стремления подчинить разуму всю жизнь. Меня готовили инженером, а инженер не может быть ни образованным, ни фундаментальным, ни прикладом знаний. Вот и все. Никакого рационалистического проекта не было. А была политическая воля к плановому, организованному хозяйству, которое могло осуществляться только через сосредоточение всей власти в одних руках. Вот где настоящая подоплевка. Олицетворение утопии. Олицетворение утопии. Не гасиолога, онтологическая вера в торжество разума, а политическая воля власти. Это ли является наследием идеологии просвещения? Лакуин. Лакуина, в которой вы можете половить в линейтопутню, вы да да затengлите. Последнее замечание. Я, как Исаша, люблю Исашево и занимался и написал об этом во. Я, в отличие, видимо, от Сэши, считаю, что шестов – это пример бунта. Это бунт правой культуры. А бунт, как вы знаете, не может кончиться удачей. В противном случае, вы злобно. Он выживает иначе. Бунт шестого не закончился удачей, поэтому мы его и называем бунтом. Но сказать, что это стратегия культурного развития, которая может стать альтернативой идеологии просвещения и просветительскому проекту, и проекту модерна в целом, это было бы слишком большим преувеличением. Несомненно, а этого у меня не звучало. Кстати, американцы – это конституция просветителя. В 200 лет, видите, слышно, держатся. Единственное, что хотите сказать, Владимир Владимирович… Насколько Маркузия и Адорна там не негативные в знаках, а это еще отдельные. И вот Горгхаймер, ты помнишь, последний свой гибель назвал «Затмение разума». Никакого простившего. Да, они когда раз работали на контр-культуру. Ну, так я и не знаю, все их ответы. Оля, прикажи всем замолчить. Да, хотелось бы приказать, но рассуждения настолько острые и злободневные, поэтому думаю, что все у нас реплики свои подали, да, мнение свое высказание, в том числе эмоционально окрашенное. Теперь мы предоставим возможность, я первая, да, главным нашим докладчикам отбиться. Можно еще одну фразу? А, да, пожалуйста, Василия Сергеевна, если вы хотите. У меня развитие, но я, Владимир Владимирович, сроки, поэтому я буквально одно предложение. Вы знаете, вот два тезиса. Первый мой тезис. Мы, как мне кажется, чрезвычайно увлекаемся молодой поколением, да, это история идеи. Идеи, представления, взгляды, воззрения. Что происходит сегодня? Вот сегодня мы празднуем, ну, празднуем, да, вот у нас такой ключевой год, очень важный, юбилейный. И ведь я сталкиваюсь с тем, очень часто, во многих сообществах, не только я, вот Шелахаев написал, там, вот, Расстанте Борисовича, то есть многие люди сталкиваются с тем, что вот две революции, февраль и октябрь. И даже наши интеллектуалы, которые, казалось бы, ну, там, условно говоря, там, правоведы, историки, дают диаметрально разные оценки, это в бонусовыхе. То есть я встречала, например, такое, очень часто, причем, знаете, это доктора наук говорят в России сейчас, в современной России, спустя сто лет, да, что вот большевики, они государственники, они восстановили государство. То есть тогда, как представители и деятеля временного правительства, такие вот узлопады, это же, в принципе, не соответствует нашему историческому материалу. Даже восприятие юристами, русскими юристами двух вот этих событий, да, но в современном русском обществе вот такая вот переоценка ценностей. Наши студенты, у них, вот, молодое поколение, да, тоже чрезмерно вручено историей идей. Мне кажется, есть такая определенная опасность, потому что, понимаете, здесь история идей забывается, политическая история, социальная, и факты смещаются. Вот у вас нет прививки, ну, конечно, обычаевизма, социализма. Вот поколение, которое я поставила, мы просто заканчивали, в период конца застой, начало перестройки. У нас есть вот эта прививка, потому что мы помним вот начало Днии Горбачева, экономически, политически, социально. Безумно интересно, вот, но тогда, ну, это было бы считать, что Сталин, да, так, безусловно. Но в Унинской оппозиции, в Унинской дворце, там были какие-то перспективы, тогда шла их переоценка. Сейчас молодые люди не знают этого, там, по Москве, где-то розынки ходят, там, не знаю, трамваи, старинские какие-то вот эти вот идеи. И это, мне кажется, чрезвычайно опасно, потому что вот это увлечение идеологией, да, взгляд, да, вот философия просвещения и большевизм, все это вот как-то ставится на, ну, действительно, ну, как-то, как-то платформы, да. Ну, вот, честно сказать, что я ее большевистик, сначала к ним воспитывал свою трампу. И второй конкретный кризис по поводу приказа номер один и армии. Нас, конечно, большевики внести конкретную, негативную, большую, существенную роль в разрушении армии. Их лозунги, да, перерастание войны, эмпиристическую, гражданскую, черную переделу, они постоянно будировали, то есть, дизиакерство в армии. И когда вот состоялась, так сказать, подготовка, да, и кто же не хотел подписывать греческие, да, Ленин убеждал дипломатов, он там, Иоффа говорил о том, что у нас не тайны, но не можем воевать. Кто разрушила армию? А армию разрушили, значит, купер с Петроградским советом рабочих солдатских депутатов. То есть вот это вот тоже, это, ну, какие-нибудь идеи, взгляды, никого не пытались найти, здесь есть конкретная политическая история. Вот, ну, это? Да. Жодовцы. я просто хочу спасибо за все комментарии и абсолютно со всеми комментариями согласна приказе приказ номер один приказ номер один был представлен как одна из инициатив развал армии это был очень долгий процесс и начинался он не с приказа номер один а начинался он уже с постепенного втягивания в политические интриги генералов армейских у Тубычкова есть воспоминания о которых он написывает запер против Алексея невозможно не согласиться с Леонидом о том что вера крестьян в царя она была утрачена это совершенно верно и в связи с этим армия перед первой мировой войной и армия в процессе военных действий кардинально изменилась и кто входил в эту армию это было то самое крестьянство не то молодое крестьянство которое было рекрутировано крестьянство которое было сорвано со своих нажитых мест и у них совершенно было другое отношение именно они хотели мира не ради победы а мира просто любого мира просто чтобы это был мир даже с потерей десяти губерний для России и кто ходил в состав петроградского гарнизона запасные полки как раз то христианство которое было мобилизовано и они даже не приняли присяду об этом Фикатков совершенно точно писал и приказ номер один это первая бомба и дальше она покатилась покатилась и были такое число это точно было первого марта первого марта до отключения да 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 опубликовано 2 марта в известиях у Коткова есть долгие рассуждения про то как о типографии известий руководил тогда Борисович Борисович вот отсюда он ставит свою ложку в руки именина но потом же был ряд других инициатив которые тоже пособствовали развалами армии были известны списки офицеров которые должны были быть расстреляны устранены потом была декларация про солдат Керенского она по сути повторяла то же самое что и приказ номер один с Анастасией а еще была отменена полиция это не за мной и театр да знаете Анастасия невозможно не согласится что как тигру той самой армии уже не было обилиция обилиция да а еще этот институт этих комиссаров древнего правительства по существу реформ местной администрации не обладали авторитет нет коллеги я мне можно два слова добавить потому что вы говорите да значит у Леонида решенное соображение по поводу крестьяна и прочее но первое это во-первых крестьяне я прошу прощения бунтовали всегда начиная с Райзина Пугачева особенно а крестьянская война если честно это называется ну Пугачева называется Пугачевская война называется Пугачевская война но такая же примерно была в революции 5-7 года чем как крестьяне расправился с Толыпином армией армия подавила крестьянского состояния он писал это Пугачевщина это крестьянская война и только армия справится и армия справилась тогда вот то есть армия была в тот момент профессиональная а ситуация здесь во время этой войны как всегда Россия помешал то есть в ней погубил армию классический бардак я вспоминаю одну простую деталь из Солженицын который описывает все как было армия генерала Самсонова идет по восточной Пруссии пешком а рядом идут поезда на приказ идти и на поезд их не сажают когда они приходят когда они приходят к месту боев они уже язык на плече у них это чисто русский наплевательский демарш по отношению к солдату каким солдат оттуда вращается то есть ненависть начальником ожирается хотя Самсонова не любили неизвестная история еще был прекрасный пример как помню не помню как ненависть солдат подключалась к высшему руководству сын Родзянки он написал своему отцу о том как с солдатами обращаются в высшее офицерство и Родзянка написал на императора со сбором всех этих пунктов что вот трава солдат они принижают мы дадим возможность ответить Александру у нас было много реплик давайте мы будем завершать да, можно? да, пожалуйста, Саша да, значит я помню до замечания взражений у нас последние реплики есть я попробую тест по поводу личностного характера у Маркса мне так не кажется совсем мне кажется и, кстати, мне кажется наиболее ярко это показано у Бугакова что Маркс ну совсем не наследует немецкую классическую традицию там нет ни следа ни Канта ни Гегеля даже не даже Гегеля там там все очень аргументированно описано я согласен с этим надо читать саму я читал Макса очень внимательно я не вижу Макса нигде кроме фразеологии гегельянской я не вижу в нем мифология Макса как гуманиста она создана на публикации экономики философии и франковской школы с Ромом извините я читаю я у Макса читал очень много это был мой такой большой вход в философию ну ты согласен что они на знания согласен что он европеец и что превращен в формах он очень трактует Макса по-своему как и всех остальных но мне кажется мне просто кажется что это не так и что Максизм это вырожденная форма мне так кажется это первое второй момент то что касается ротиполитаризма я намерен его не использую потому что он мне кажется политологически не точным он во-первых во многом отдает Ханрад который я не очень люблю если честно не буду говорить почему и во-вторых политологическими трактовками Брюзельского и Фрильбриха и прочими политологическими алмандами они мне очень нравятся они формальны если пытаться идти вглубь этого слова трактовизм мне кажется как раз большевизм в собственном смысле и есть трактовизм если говорить на идею в этом смысле даже не нацизм если пытаться это слово очищать то большевизм это и есть это чудовищный репрессивный режим чудовищный репрессивный преступный но если идти в слово тоталитализм и пытаться его разбирать то тоталитализм это система тотальной власти и впервые она описана не у нацистов а у Богданового работы технологии и то что потом эта линия Богдановская вошла в противорез с Манслимом Ленинским потом была вычищена из истории большевистских людей это не значит что эта система не является основанием большевистского права а там описано ну у Ленина есть фраза что все общество должно быть фабрика там и так далее там описано очень подробно как система абсолютной власти должна реализовываться на всех уровнях как бы планирования культуры поэтому Владимир Натальевич я тоже не согласен мне кажется что в политической практике все понятно здесь как бы вопросов нет но большевизм первична идея эта идея очень четко и натеоритически осмысленная нацистами никакой теоретической системы тотальной власти придумано не было нацисты в этом смысле злодеи гораздо менее изощренные теоретически что естественно не делает их тут очень очень ошибаетесь я думаю здесь так как я изучал нацизм тоже в течение десятилетий нацистскую идеологию я считаю что эта идея универсального врага который должен быть устранен потому что он является олицетворением зла так же как финансовый капитал для коммунистов и для большевиков так для нацистов было мировое еврейство универсальным врагом и никакие компромиссы здесь невозможно у нацистов была эта способность идти на компромиссы даже со Сталином потому что в 1939 году они подписали пакт а не агрессии но с еврейством никаких как раз тогда когда значит дружба между Советским Союзом и Германия расцветала в 1940 году был поставлен фильм Ют Зюс еврей Зюс который был как бы вершиной того что нацистская пропаганда говорила это я просто сейчас считаю что это империя СС со своими тысячами лагерей которые подчинялись непосредственно фюреру СС и непосредственно фюреру третьего рейха назвать это не тоталитарным режимом это все-таки превосходит действительность у Маркса все-таки утопия как бы не было желание желание гуманистическое у Маркса утопия конечно но такой гуманизм понимаете как уже на статистском записке из подполе это несколько радикальная такая точка зрения она понятна и в силу того чем увлекается Владимир очень коротко очень коротко да значит я не против можно чей вопрос да последние ремнии но пока не дадут мне слово я их не скажу значит я не против обсуждения смысла понятия вообще говоря это предмет теоретической дискуссии я здесь выступал для того чтобы как-то защитить проект просвещения проект просвещения привязывать большевистской практике к плановому хозяйству к идеям тотального руководства и властвования невозможно потому что проект просвещения он стоял на совершенно иной культурной почвы но назвать ленина сталина и со всей этой бандой назвать последователями учениками учениками ну скажем там французских просветителей 18 века это это совершенно не так не было этого проекта у большевиков проект большевики реализовывали свой политический проект проект захвата власти в одной стране затем а потом в этот проект вошла история вы прослушали доклад Алексея Алексеевича как и случай потом случай остановится историей понимаете и наоборот вы пропустили очень важное логическое звено нужно просто простите я мазурпирую и будем завершать в каждом модерне есть свой антимодерн в каждой цивилизации есть свое внутреннее варварство поэтому мы с вами здесь имеем эту сложную диалектику изнаночную диалектику собственных идей которые они отбрасывающих тени и поэтому очень сложно тени тени выдавать за реальный проект просвещения это превращенные формы превращенные формы поэтому здесь нельзя говорить в прямой логике что из просвещения происходит в большинстве нет это диалектика модерн и антимодерн можно буквально послушать да я думаю что очень хорошо что у нас повисает такой вопрос и желание продолжить дискуссию у нас все-таки есть второй день я думаю что мы немножечко даже сейчас идея и интеллектуально эмоционально разогрелись и мы все-таки перенесем этот формат уже более такого приватного и личного общения поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем сегодняшним участникам все молодцы великолепные доклады которые заставляют нас продолжить процесс продумывания и с этим процессом продумывания немножечко который должен лечь на наши внутренние интеллектуальные запросы прийти завтра и со свежими мыслями и чувствами услышать вторую часть нашей конференции а затем и написать еще большое количество статей я скажу главным ребятам не было статьи в конце мая пожалуйста давайте несколько вариантов по теме конференции я если вы хотите ну если у Леонида там до листа скажем я сказал бы так до 20 страниц это возможно до листа это публикация в журнале в моем журнале это интернет журнал вы наверное его тоже знаете форум он только все равно нет я просто дам американские программы а тогда другое дело погоди вот я ненавижу французских левых и скандинавских левых но я поддерживаю тебя термин у тебя неудачное просветительство но упрощать это советство действительно 70 лет только начало сталин ленин а потом мы жили я жил в 60-е 70-е 80-е годы но не надо упрощать не надо упрощать стабилизация и монетаризация вот в этом смысле вот в этом сегменте можно говорить о какой-то реанимации просветительского проекта вот в этом пост пост старец есть так дорогие коллеги нас ждет очередная порция угощений ребят я хочу сказать вам вот про мальчика все говорили вы в уши берите но только молодой человек послушайте да 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 послушайте вы вспомните подход исторический когда вам все это говорили ну когда двух сколько лет есть механические экстрадир вы вооружены смотрите сколькими вы так спит за это есть дороге ты подумай что это восхищение теперь 重нь динам Продолжение следует...